Всем привет! Многие подписчики канала уже привыкли видеть у нас в основном выпуске, посвященные тематике спорта здорового образа жизни и восточных единоборств, но сегодня мы хотели бы обсудить тему поведения на дорогах, а именно как человеку выбраться из перевернутой вверх колесами машины после аварии. Сейчас вы видите демонстрацию такой ситуации на специальном тренажере, установленном на автомобильной платформе. Вначале инструктор объясняет все пункты будущей демонстрации и говорит, как необходимо вести себя в момент столкновения автомобилей на дороге. Весь интернет просто пестрит разного рода клипами на тему аварий на дорогах с участием как грузовых, так и легковых автомобилей, мне не хотелось бы повторять чьи-то видеосъемки и показывать это на канале, поэтому я решил предложить вашему вниманию руководство по спасению жизни человека, и если вы вдруг когда-то попадете в аварию и ваша машина перевернется колесами кверху, вы будете знать, как нужно себя вести в сложившейся ситуации на дороге. Такие тренажеры как этот, хорошо бы иметь в каждой автошколе, чтобы на наглядном примере и на начальном уровне, еще до сдачи экзамена на водительские права, учить всех студентов вести себя в подобных ситуациях. И тогда может быть, аварий будет происходить куда меньше, если люди будут знать о возможных последствиях этого и будут уметь спасти жизни себе, и своим близким, то что вам сейчас покажут на экране, на первый взгляд кажется очень легким и простым способом освобождения из разбитой машины, но попробуйте сами, находясь вверх ногами и вниз головой, пристегнутыми к сиденью, освободиться. Итак, начинаем, после получения подробного инструктажа от тренера, человек, сидящий внутри машины, переворачивается вместе с ней вверх ногами. Кому-то это может показаться прикольным аттракционом, но на самом деле, а я тоже испытал действия этого тренажера на себе, не так легко выполнить все пункты по освобождению, чем это кажется на первый взгляд. Итак, машина перевернулась и вы висите в салоне вниз головой, удерживаемой только ремнем безопасности. Первое, что необходимо сделать в этом положении, опустить ноги вниз и упереться ими в приборную доску, затем постараться одной рукой, занесенной под голову, приподнять тело, а второй свободной рукой отстегнуть ремень, затем одну ногу опустить вниз и опираясь на обе руки, осторожно перевернуться вниз, становясь на ноги. Скажу честно, советовать или рассказывать что-то легко, но совсем другое дело, когда ты сам выполняешь то, что насоветовал другому, в таком положении, когда машина лежит на крыше, единственный шанс выбраться из нее, это то, что вы видите на экране. Если вдруг не получается отстегнуть ремень безопасности, мало ли, может его заклинило, то на всякий пожарный случай, как говорится, нужно иметь специальный нож для резки ремня. Его можно купить в любом магазине автозапчастей или в автосалоне по продаже машин. Стоимость такого ножа невысокая, от 3 до 4 долларов. Нож имеет помимо лезвия толчковый шип, при помощи которого можно выбить стекло в двери машины, достаточно прижать нож к стеклу и надавить на кнопку, шип выпрыгнет и разобьет стекло. Итак, давайте мы еще один раз посмотрим на то, как правильно и с наименьшим риском для жизни и здоровья, выбраться из перевернутой колесами вверх машины, сначала вы упираетесь ногами в приборную доску, напрягаясь всем телом, одну руку заносите себе за голову и напрягаете ее, стараясь приподняться и ослабить хватку ремня, и чтобы в случае падения не повредить шею, далее, вы свободной рукой отстегиваете ремень безопасности и опуская ноги вниз, осторожно выбираетесь из салона автомобиля. Один очень важный момент в этой ситуации, согнув руку в локте и уперев ее под головой, вы нагибаете шею к груди, чтобы в момент падения тела на согнутую руку не сломать шейные позвонки, и в таком положении вы как бы выкатываетесь из салона, вот в принципе, и все. Не забудьте подписаться на этот замечательный и полезный видеоканал, посвященный тематике спорта и здорового образа жизни человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова